Здравия всем! Есть на свете великие фильмы, облагораживающие душу. И вот об одном таком мы сегодня поговорим. Бьютифул Алехандро Гонсалеса Иньяриту. Художественное кино 2010 года, которое я не просто рекомендую вам посмотреть, а настойчиво приказываю. Стыдно признаться, но когда-то я думал, что этот фильм не представляет из себя ничего благопристойного, что он смертельно скучен, затянут и пафосен. Может, некоторые из вас продолжают так думать? Немедленно выключите подкаст и отпишитесь от ютуб-канала Киноведы. Дважды я начинал смотреть Бьютифул и дважды прекращал. Однако, по сегодняшним меркам, уже давно я взялся за этот фильм в третий раз, и он оказался роковым. Фильм Иньяриту поразил меня и вверг в ступор. Это сильнейшее произведение. Это фильм, исполненный философией и мудрости, красоты и поэзией. Этот фильм учит великим истинам, как какой-нибудь даосский или суфийский мастер. Наверное, никогда еще мне не было так стыдно за самого себя, за свою ошибку, за то, что не доглядел прекрасное и чуть было не прошел мимо такого феномена, как Бьютифул. Да, случай с этим фильмом – доказательство того, как часто мы впадаем в заблуждение, не удосужившись понять и принять нечто великое. Ну, как говорил Геннадий Бросько – расти, иди навстречу неизвестному, и тогда ты возвысишься. А ведь само название фильма Иньяриту – умышленно исковерканное английское слово «бьютифул» – могло бы подтолкнуть нас к тому, что эта картина прекрасна и необыкновенна. Как верно пошутили на одном ресурсе, правильный перевод картины звучит так – «кра», именно не «о», а «а», «красота». Откуда такое название – пояснит сам Иньяриту. Слово «бьютифул», означающее «красивый», написано именно так, как я того хотел. Так я пытался подчеркнуть, что не всякая красота красива, иными словами, не все является тем, чем оно на первый взгляд кажется. Да, бывает, хвалят какой-нибудь фильм, рекламируют его на каждом углу, а он такой себе. А бывает, думаешь, что какая-то картина не получилась, вот так, как я думал про «бьютифул», но ты заблуждаешься. Итак, долой ошибочное суждение, долой пристрастное виденье, долой псевдоинтеллектуальщину, артхаус, мейнстрим и попкорн-блогерство. Давайте просто, с уважением и любовью, обратим взоры к одному из самых прекрасных фильмов последних десятилетий. Я правда так считаю. И пусть сегодня, говорит сам Иньариту, я не хочу его перебивать, мне нечего от себя добавить. Он потрясающе рассказывает обо всем. О философии, смерти, актерстве, иммигрантах, Испании, Бардеме, Хавьере Бардеме и даже Равеле. Просто давайте послушаем его одну цитату за другой. Потому что Иньариту говорит дело. С чего начинался фильм «Бьютифул», как была придумана идея? Вот Иньариту говорит. Кино для меня всегда начинается с чего-то смутного, очень смутного. Обрывок, сценка из жизни, мельком увиденная через окно в машине, луч света, фрагмент мелодии. «Бьютифул» родился холодным осенним утром 2006 года, когда мы с моими детьми готовили завтрак. И я наугад запустил на своем CD-плеере концерт для фортепиано с оркестром соль-мажор Равеля. Я надеюсь, вы тоже случайно включаете своим детям подобную музыку. За несколько месяцев до того этот же самый концерт звучал в моей машине, когда мы с семьей ехали из Лос-Анджелеса на кинофестиваль в Теллуриде. От пейзажей четырех углов, это такой регион США, на стыке штатов Колорадо, Нью-Мексико, Аризона и Юта, захватывало дух. Но когда музыка смолкла, дочка и сын дружно расплакались. Та особенная меланхолия, которая звучит в этой вещи, ее скорбь и красота подействовали на них слишком сильно. И ребята не могли этого вынести, как и не могли объяснить своих ощущений. И когда в то утро они вновь услышали знакомые звуки фортепиано, то тут же попросили меня выключить диск. Они отлично запомнили свое эмоциональное состояние и то, как его спровоцировал Равель. В то самое утро мой герой постучался в дверку в моей голове и сказал «Привет, меня зовут Уксбаль». Следующие три года жизни я провел с ним. Я не знал, чего он хочет, кто он таков, куда стремиться. Во многом он был несерьезен и полон противоречий. Но сказать по правде, я знал, в каком ключе хочу его изобразить. И знал, как хочу с ним покончить. Да-да, в моих руках были только начало и конец истории. Знаете, эта цитата Иньяриту прекрасно описывает и сам фильм. То, что чувствовали дети режиссера, слушая Равеля, это то, что чувствуют зрители, смотрящие beautiful. Но давайте оглянемся на прошлое Иньяриту. За его спиной успешная трилогия о смерти, работа над которой заняла 10 лет жизни режиссера. Об этой трилогии я уже записывал подкаст. За это время вполне можно было присытиться всем тем, что делала «Суку-любовь», «21 грамм» и «Вавилон» такими особенными фильмами. Иньяриту и присытился. Он жаждал нового. Ему хотелось снимать иное кино. И вот, пожалуйста, испано-мексиканская кинокартина «Бьютифул» с Хавьером Бардемом в главной роли длительностью 2,5 часа. Иньяриту, поколесив по миру, снимая «Вавилон», «В какой-то момент я подумал, что уже много раз использовал в своих кинокартинах множественные пересекающиеся линии повествования и фрагментарную сюжетную структуру». Плюс ко всему, мои фильмы снимались на разных языках, и действие их происходило в разных странах. К концу работы над «Вавилоном» я был настолько вымотан, что дал себе слово. Следующая моя картина будет посвящена истории только одного персонажа. В ней будет представлена лишь одна точка зрения. Действие будет происходить только в одной стране. А повествование будет вестись строго, линеарно и на моем родном языке. Проводя музыкальную аналогию, если «Вавилон» — это опера, то «Бьютифул» — реквием. Так вот все и получилось. «Бьютифул» — это то, чего я еще не делал раньше. Линейная история, герои которой действуют в рамках неизведанного прежде мной жанра — трагедии. И еще мне ужасно хотелось попробовать наконец-то сделать нормальный фильм без жульничества и игр со зрителем. Один и тот же «Фокус» быстро надоедает. После трех фильмов, сделанных по принципу пазла, я хотел, чтобы «Бьютифул» был максимально честным. Один город, одна точка зрения, одна история, снятая на моем родном языке. Все в открытую, за сложной сюжетной структурой не спрячешься. И вот благодаря этому, добавляю я от себя, «Бьютифул» точно попадает в сердце зрителя. Ты просто видишь персонажа Бардема, Уксбаля, наблюдаешь за его жизнью и смертью, за его хорошими и плохими поступками, и все это трогает твое сердце. Конечно, говоря про «Бьютифул», ты в первую очередь говоришь об актере Хавьере Бардеме. Многие, и не зря, считают его роль в фильме «Иньяриту» лучшей за всю карьеру Бардема. Ну, все-таки понятия лучшего и худшего относительны, но одно можно сказать точно. В «Бьютифул» Бардем просто бесподобен. Вот трудно представить себе кого-то другого в роли метущегося и малословного Уксбаля, умирающего экстрасенса и отца двоих детей. Ведь известно, что сценарий «Бьютифул» писался специально под Бардема. Возможно, и это тоже сыграло свою роль в невероятно правдоподобной игре актера. Кстати, над сценарием трудилась замечательная команда «Иньяриту» Бо Джакобоне, которая позже разрешится еще одной красотенью – Бёрдменом, о котором я тоже обязательно запишу подкаст. Ради участия в «Бьютифул» Хавьер Бардем отказался от довольно лакомого кусочка съемок в фильме Оливера Стоуна «Уолл-стрит». Как мы видим, и слава богу, вот что говорит Бардем. «Я давно люблю все, что делает Алехандро», то бишь «Иньяриту». Он один из лучших режиссеров всех времен. Я серьезно. И он отлично работает с актерами. Ты можешь на площадке душу наизнанку вывернуть, но если камера стоит не там, это не имеет никакого значения. А Алехандро как раз знает, куда ее поставить. Ну и роль мне предложил отличную, хоть и очень сложную. Метафорически говоря, нам пришлось, держась за руки, карабкаться на самую высокую гору, на которую мы когда-либо поднимались. Для него это был новый опыт – иметь дело с одним и тем же актером на протяжении пяти месяцев. И для меня тоже. Я раньше не оставался наедине со своим героем так надолго. Но мне эти съемки очень многое дали. В том числе и в личном плане. За роль Уксбаля Хавьер Бардем получил престижную награду Каннского кинофестиваля «Как лучший мужчина-актер года». Кстати, вот что он сказал по этому поводу. «Награды мешают работать. Стоит уверовать в собственное величие и все. Как актер, ты умер». Вот почему Бардем, эх, все еще жив. Но вернемся к Эньяриту. Его так интересно слушать. С тех самых пор, как я только начал работу над картиной, я всегда видел в роли Уксбаля только Хавьера Бардема. Никто другой не сыграл бы его так, как это сделал он. И без него я не снял бы этот фильм. Уже очень давно мы с Хавьером пытались поработать вместе. И Уксбаль стал тем мостом, который наконец свел нас на съемках. Мой метод работы с актерами нельзя назвать легким или приятным. Я всецело отдаюсь работе над каждым своим проектом. И требую того же от артистов. Я одержим стремлением к совершенству или к тому, что считаю таковым. Но когда в этом уравнении появился Хавьер, все встало на свои места. Хавьер не просто выдающийся актер. Он один в своем роде. И все это понимают. Он работает над ролью жадно, до изнеможения. И все время вносит какие-то доподлинные штрихи к образу. Своему делу он предан истово. Он такой же перфекционист, как и я. Но что делает Хавьера воистину уникальным и неповторимым, так это весомое, почти зловещее экранное присутствие, которое основано на его поразительной способности к рефлексии. У него глубочайший внутренний мир. И это то, чему невозможно научиться тот ангельский или дьявольский дар, который у вас или есть, или его нет. Главный герой Beautiful – противоречивая личность Уксбаль. Он работает с гастарбайтерами, видит мертвецов, пытается вразумить свою полубезумную жену, воспитать детей, мучается от смертельной болезни и переживает мучительные страдания как физического, так и экзистенциального характера. И, казалось бы, тема темущная, тотальный пессимизм, триеровщина и ханекевщина. А нет, есть за всем этим мусором жизни и трущобами бытия что-то святое, что иньяриту извлекает из персонажей, из пространства, из света. Я считаю, что именно это самое выявление чуда, конечно, вкупе с потрясающей постановкой и операторской работой и делает Beautiful шедевром. В этом фильме есть свет, исходящий от Уксбаля и того странно-мистического мира, в котором он живет. Мира, который, с одной стороны, подлинная документальная реальность, а с другой – магическое место. Но обо всем этом мы еще поговорим. А теперь опять послушаем иньяриту. Моя дочь Мария Эладия сказала мне однажды, что когда умирает сова, из ее клюва выпадает волосяной шар. В ту же ночь мне приснился этот образ и все пошло по-другому. Я увидел, что личность Уксбаля полна противоречий. Это человек, чья жизнь настолько сложна и насыщена, что он и умереть-то спокойно не может. Человек, защищающий гастарбайтеров от закона и при этом сам эксплуатирующий их труд. Простой парень с улицы, наделенный удивительным духовным даром и умеющий разговаривать с мертвыми. Нежный семьянин с разбитым сердцем и двумя детьми, которых он любит, но которые вмиг выводят его из себя. Человек, от которого все зависят и который зависим от всех. Примитивный, простой, заурядный детина, наделенный глубокой, прямо-таки сверхъестественной, проницательностью. Он как солнце, окруженное планетами-спутниками. Я видел его и его окружение как организм, где улица была телом, семья — сердцем, а поиски отсутствующего отца — душой. Прежде чем взяться за сценарий, я нарисовал карту две спирали и линию, графически отображавшие странствие Уксбаля и его внутреннее состояние. Движение одной спирали разворачивалось изнутри к внешнему краю. То была его обычная, неподконтрольная жизнь. Движение другой происходило в обратном направлении, и это было сердце Уксбаля, его суть, погружавшаяся все глубже в бездну. Затем я провел линию, пересекавшую обе спирали. Это был дух. Ну вот скажите, как не любить Иньяриту? Как не ценить его талант, его способность рассказывать об этом мире чуть больше, чем нам рассказывается в супергеройских блокбастерах? Иньяриту, Джармуш, Миядзаки, Буниэль. Вы знаете, на самом деле в истории кинематографа полным-полно как классических, так и до сих пор еще живущих талантливых режиссеров. Вот кем, как по мне, по-настоящему следует интересоваться. Читать любые слова Иньяриту это сплошное удовольствие. И давайте уже приучать себя, именно потому что мы этого на самом деле хотим, в лучшем смысле слова приучать себя, к тому, чтобы обращать внимание именно на таких людей. Эх, да здравствуют умники! Вообще, история Уксбаля удивительно правдоподобна. Вот, человек узнает о том, что он скоро умрет, и с этим ничего не поделать. Как он будет себя вести? Абсолютно банальная вещь, такое случается на каждом шагу, и это правда. И вот Иньяриту рассказывает историю, которая даже в том, что касается мертвецов и видений Уксбаля, выглядит на 100% убедительной. Но самое главное, в Бьютифул есть нечто настолько ценное, что этот фильм следует признать душеполезным. Давайте опять послушаем Иньяриту. К чему вообще слушать меня, когда есть такой интересный человек? Когда мы с Хавьером разговаривали о нашем герое, то оба видели его очень скованным человеком, стремящимся контролировать все происходящее вокруг него. Но при этом Уксбаль очень раним и не уверен в себе. А когда он узнает, что ему остались считанные дни, он постепенно перестает контролировать окружающих. И это помогает ему подняться на иной уровень понимания жизни. И вот, как же это меня потрясает, Иньяриту рассказывает о мистическом даре Уксбаля. У него такой дар, который, однако, не приносит ему счастья. Он его иногда использует, но интуитивно, так до конца и не разобравшись в сути. Я, кстати, встречал множество людей с таким даром. Они далеко не святые. Многие из них даже не верующие. Но у них просто есть такой дар, с которым приходится жить. Кто-то его использует правильно, кто-то нет, кто-то вообще не знает, что с этим делать. В общем, сложный вопрос. Я встречал людей, которые по назначению использовали такой дар. Не по назначению тоже. И в фильме этот дар герою больше нужен для того, чтобы мы его лучше почувствовали как персонажа. Ну вот что я могу тут еще добавить? Только одно. Добро пожаловать в реальность. А вот цитата Иньяриту об одной из второстепенных персонажей фильма Иге. Цитата же настолько превосходна, что я хочу зачитать ее без всяких комментариев. Удаляюсь. Подбирая актрису на роль Иге, мы просмотрели более 1200 кандидатур в Испании и Мексике. Диарья Тудав мы открыли для себя случайно в парикмахерской в предместе Барселоны. Уроженка Сенегала она, как и сотни тысяч других африканских женщин, рискуя жизнью, уехала за границу, чтобы найти работу и помогать своим родным деньгами. Ей жилось нелегко. Когда Диарья Тудав было 15 лет, она вышла замуж за 50-летнего. По сенегальским традициям мужа девушки выбирает ее дядя с материнской стороны. Муж обращался с ней жестоко и Диарья Тудав ушла от него. Чуть погодя она вышла замуж вторично за славного молодого парня, от которого родила ребенка. Поскольку они жили в небольшом городке, где экономическая ситуация оставляла желать лучшего, она решила поехать на заработки в Испанию. К тому моменту, когда ее утвердили на роль, Диарья Тудав не видела своего сына уже больше трех лет. Работая день и ночь, она поддерживала материально не только мужа и ребенка, но еще и 30 человек. Все они живут на те небольшие деньги, что Диарья Тудав отправляет в Сенегал. Она страшно боялась, что может потерять работу в парикмахерской. На первом же прослушивании я понял, что у нее есть совершенно четкое представление о том, какой должна быть ее героиня. Игра ее изумляла искренностью и глубиной. Когда она брала на руки подушку, игравшую роль ребенка, голос ее принимался дрожать. История Ига была ее историей. Никогда прежде я не видел, чтобы судьбы актера и персонажа настолько совпадали. У меня на глазах реальность сливалась с вымыслом. Меня всегда захватывала мысль, что хотя на первый взгляд Ига и второстепенная героиня, мало по-малу ее история становится краеугольным камнем всего повествования. Она мама Африка, уравновешенная, мудрая, любящая мать. Такова в реальной жизни и Диарьяту, умная, талантливая, красивая и, что самое главное, настоящая. Вот обещал ничего не говорить и не скажу. Действительно, вот ради таких цитат и стоит заниматься кинокритикой. Итак, мы плавно переходим к теме иммиграции в творчестве Алехандро Гонсалес Эньярито. Помните его инсталляцию «Плоть и песок»? Точно помните. Помните фильм «Вавилон»? Эпизод о мексиканской няне? Не помните? Прослушайте подкаст «Киновед». И вот теперь его «Бьютифл». Тема иммиграция крайне важна для Эньярито. Он знает о ней не понаслышке. Он пережил ее на собственной шкуре. Он мексиканец, живущий в США. Вот что пишут. Режиссер Эньярито выступил с идеей установить на главной площади Милана судно, на борту которого находилось несколько сотен мигрантов, погибших в Средиземном море в 2015 году при попытке добраться до берегов Италии. Эньярито искренно сострадает всем тем людям, которым приходилось покидать родные дома и страны, чтобы отправиться в другие места в надежде хоть что-то заработать себе на жизнь. В «Бьютифл» эта тема вместе со смертью и семьей одна из центровых. Вот Эньярито мне удалось довольно близко познакомиться с реальными иммигрантскими общинами вроде тех, что я показал в фильме «Бьютифл» африканцами, китайцами. Я их не придумывал. Я изобразил в фильме то, что сам видел и что мне рассказывали. Сотни, тысячи людей пытаются так выжить и их нещадно эксплуатируют и унижают. Многих хуже, чем рабов. Скажу больше, большинство людей из китайской и африканской общины, которых вы видите в фильме, не актеры, а реальные члены этих общин. Торговцы и рабочие, которые не понаслышке знают о такой жизни. Те, кто испытал на себе нечеловеческие условия труда, работая на подпольных фабриках, но сейчас каким-то счастливым образом выбившись в люди. То есть все они настоящие иммигранты, которые не просто передают правдивость и образность своих ролей, а сами на себе испытали то, что они играют в фильме. Еще я изучал африканские и китайские общины Барселоны, разговаривал с людьми, ездил с полицейскими в рейды, смотрел, как они подавляют бунты. Большая часть Beautiful снималась на натуре, в настоящих локациях. Большая часть людей, которых вы видите в этом фильме, и правда рабочие, живущие в таких условиях. И вот так. В 60-е Франко, дабы разрушить каталонскую культуру, активно пропагандировал переселение в Каталонию сотен тысяч жителей из других регионов Испании и запрещал говорить на каталонском языке. В разгар великого экономического кризиса испанцы, говорившие на Кастильском наречии, преимущественно выходцы из Эстремадуры, Андалусии и Мурсии стали иммигрантами в своей родной стране. Их поселили в муниципалитете Барселоны Санта-Колома де Грамонет. И они стали известны под обидной кличкой Чарнегоз наручники. Когда в 80-е и 90-е годы экономика вновь пошла на подъем, Чарнегоз принялись покидать Санта-Колому, а их место стали занимать иммигранты со всего мира. Хотя самым пестрым по составу населения пригородом Барселоны считается Эль-Раваль, он же местный Чайнтаун, на деле таковыми была Санта-Колома и соседняя Бадалона, от которой я был просто без ума. Здесь в мире и согласии жили синегальцы, китайцы, пакистанцы, цыгане, румыны и индонезийцы. Каждый говорил на своем родном языке и не ощущал необходимости интегрироваться в испанское общество. И говоря откровенно, было похоже, что и общество не слишком стремится интегрировать их в ответ. Продолжаем о мигрантах. Иньяриту мой Уксбаль Чарнегоз он один из тех десяти процентов испанцев, чьим родным языком был кастильский диалект и которые осели в Санта-Коломе. Гастарбайтеры для него не чужаки, он рос среди них и работает с ними. Прогуливаться воскресным днем в таких районах это совсем особенный духовный, эмоциональный и физический опыт. Тут видишь стайку поющих цыган. Там прямо в парке молятся мусульмане. Или же они нараспев вторят муэдзину, вещающему с крыши маленькой мечети. А вон тот католический храм полон китайцев. Я хотел, чтобы мой фильм стал подобного рода духовным, эмоциональным и физическим странствием. И вот так, Иньяриту, я и сам уже десять лет как иммигрант, хотя и, так сказать, привилегированного толка. Сознание иммигранта, географическое сиротство это особое состояние ума. В моем фильме не происходит каких-то особенных событий. Видна только рутинная сложность повседневной жизни, показанная на частном примере одного из сотен, миллионов современных рабов, пребывающих в тени и озаренных светом. По большому счету, когда фильм не представляет собой документ, он не более чем греза, как мечтатель ты вечно одинок, как художник одинок наедине с чистым холстом. Быть в одиночестве означает задавать вопросы, как сказал однажды Гадар, а снимать кино отвечать на них. Но для меня Beautiful интереснее всего своей мистической составляющей, размышлениями о смерти, видениями Уксбаля, тем, как умирающий Уксбаль раскрывает для себя человеческий мир, обнаруживая в нем странную красоту и порядок. Смотря на мир глазами Уксбаля, нам выпадает редкая возможность отправиться на самое дно общества и оттуда взглянуть вверх на солнце и понять, что солнце повсюду светит одинаково. В трагедии, в безнадежной драме Иньяриту обнаруживает нечто трансцендентальное и это мистицизм кино. Вот Елена Костомарова пишет, Иньяриту сравнивает Уксбаля с библейским Иовом, восстающим против Бога, однако добавляет, что в этом фильме все же больше надежды, чем в его предыдущих картинах. А вот Игорь Панасов в своем некротическом сюжете режиссер не открывает Америку, поскольку все это давно перепахано ротой классиков от Толстого до Камю. Однако же Beautiful на достойном художественном уровне освежает мысль, которая многим кажется циничной. Помнить о смерти так же продуктивно, как и бодрить себя воспоминаниями о счастливом детстве или первой любви. Поэтому его замогильная патетика это не призыв «Друзья, давайте все умрем». Античное момента море. Как бы напыщено это ни звучало. Иными словами, раз уж мы умрем, давайте не будем гадить друг другу на головы и в душу, пока еще мы живы. Знаете, а мне этот фильм видится и того оптимистичнее. Вот мне кажется, что Иньяриту не только просит зрителя о порядочности, а именно, что показывает реальный мир, увиденный человеком с позиции того, кто меняет свое мышление и даже свое видение в силу трагических обстоятельств. И потому Иньяриту говорит «Это фильм о жизни, на которую смотрят из могилы». И вот так «Бьютифул» он не о смерти, это фильм о жизни, это же гимн жизни. И вы знаете, мне тоже так кажется. И вот теперь послушайте Иньяриту. Беда в том, что нам кажется, что мы бессмертны, а это не так. Поэтому философы и святые живут так спокойно и хорошо. Они научились смотреть на вещи, исходя из того, что смерть неизбежна. И путь к счастью он в понимании. Когда-нибудь мы уйдем в вечность. И по сравнению с этим ежедневные проблемы так незначительны, что не стоит из-за них расстраиваться. Поэтому мне хотелось в Beautiful подойти к персонажу так близко, насколько это вообще возможно. Самый интимный момент в жизни это смерть. Все мы так или иначе умираем в одиночестве, а я хотел быть рядом с Уксбалем в этот самый момент. И еще жизнь вообще довольно неутешительная штука. Мы знаем, что умрем уже в тот день, когда родились, но почему-то предпочитаем про это забыть. А смерть же совершенно гениальное изобретение. Представьте, каким противным был бы мир, если бы все жили вечно. Это же ужас. Нет, нет, я люблю жизнь, и когда умирают близкие, мне очень тяжело. Но в этот промежуток от рождения до смерти мы должны пройти свой путь и найти ответ на вопрос, зачем мы вообще жили. Помните, с чего начинается фильм? И вот еще иньяриту. Для меня Beautiful это фильм отражения нашего краткого и скромного пребывания в этой жизни. Само наше существование, такое же недолгое, как отблеск промелькнувшего метеора, лишний раз демонстрирует нам своей невыразимой бренностью, насколько близки мы к смерти. Недавно я думал о своей смерти. Вот куда мы уходим? Во что превращаемся, когда умираем? В память тех, кто нас знал. С этой мучительной и галово-кружительной гонкой против времени лицом к лицу сталкивается Уксбаль. Что делает человек в последние дни своей жизни? Продолжает ли он жить или готовится к умиранию? Возможно, Акира Курасава был прав, когда говорил, что наши помыслы о трансцендентном всего-навсего иллюзии. Несмотря ни на что, с тех самых пор, как у меня возник замысел снять Beautiful, я не намеревался делать просто фильм о смерти. Мне хотелось, чтобы это было кино о жизни и о том, что происходит, когда она подходит к концу. И вот так. Это фильм об очень интимных переживаниях. Что может быть интимнее, чем путь, который проходит герой Хавьера? Но интимность сейчас это новый панк, она шокирует людей, и они жалуются, ваш фильм депрессивен, ваш фильм угнетает. Потому что люди не хотят узнавать себя, люди не хотят думать о старости, говорить о смерти, воистину. А ведь мы больны, наше общество больно, и все же я не думаю, что мой фильм полон безнадежности. Я в любом случае люблю такие фильмы. Расселовал бы. И напоследок мне бы хотелось еще немножко рассказать о смерти устами Иньяриту. Вот. Мне кажется, когда мы начинаем бороться со смертью, мы начинаем бояться жизни, потому что именно в этот момент мы сталкиваемся с чем-то неизбежным. Я считаю, что в тот момент, когда ты принимаешь неизбежность, ты обретаешь мудрость и начинаешь действительно понимать и воспринимать жизнь с новой силой. Рано или поздно, но со временем ты понимаешь, что смертен. Люди это же единственные существа, которые осознают свою смертность. Животные, они по сути бессмертны, и поэтому они могут проживать свою жизнь так глупо. Мы единственные существа, которые понимают, что рано или поздно умрут. Но это дар, это очень важно, потому что мы должны найти в себе силы и постараться понять, почему мы находимся именно здесь и именно сейчас. И это то, что Уксбаль понимает в конце, то, что он просто уйдет и оставит своих детей. И с этим ничего нельзя поделать. Еще современное общество страдает тяжелой формой тонатофобии, то есть боязни смерти. По этой причине я осознаю всю противоречивость ситуации, когда снимаешь поэму о просветленном человеке, погружающемуся в тьму смерти, где его поджидает неизвестность. И вот так. В этом фильме, как и во всех предыдущих, мне хотелось попробовать поэкспериментировать с человеческой природой. Что будет, если кто-то узнает, что ему осталось жить 75 дней? Фильм вырос из того, что я пытался ответить себе на этот вопрос. Мысль о смерти, о том, как это происходит, что это значит, что будет после нее, всегда казалось мне увлекательной. В детстве я читал Гессе, Сартра и Камю, и именно они дали мне понять, что всему когда-то приходит конец. И я рад, что мне удалось перенести свои размышления на экран. Я ничего не хочу к этому прибавлять. Большое спасибо, что слушали. Возвращайтесь. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да.